Вер, поделитесь своими эмоциями от сегодняшней игры, чего не получилось, чтобы продолжить победную домашнюю серию. Получилась очень тяжелая игра. Я думаю, как для нас, так и для Балтики, такая вязкая, много борьбы, много физической нагрузки. Не получилось забить вот этот главный квартал. 0-0, но игра была такая, я думаю, интересная. Зрителям должно было понравиться. Показалось, что команды осторожно играли практически оба тайма и несколько встрепенулись, что ли, да, то есть именно в компенсированное время. С чем это связано? И изначально была такая тактическая установка сыграть осторожно и внимательно в обороне прежде всего. Я думаю, установки такой у нас не было. Конечно, в обороне надо играть строго и ответственно. Вот. Балтика, возможно, придерживалась такого же мнения. Поэтому и получилась такая игра вязкая, тяжелая. Илья, мы сегодня приобрели очко в этой игре против Балтики или потеряли? В результате того, что не выиграли. Как вы оценили бы результат? Мы играли дома. Дома хочется всегда выигрывать. Но по такой игре тяжело ответить. Конечно, хочется дома выигрывать. И настроение у ребят в развивалке было нерадостным. Завершен первый круг. Промежуточные итоги для команд, для паре ННН. Как бы вы подвели? Я думаю, больше положительно, чем отрицательно. Но надо стремиться только наверх. Следующий матч в Читонате в Ростове. Какие ожидания от этой игры? Я думаю, тяжелая будет также игра. Потому что Ростов хорошая команда. Демонстрирует это из года в год. Но мы тоже очень классная команда. И едем туда за победой. Тем более в этом году у нас еще нет побед на выезд.